Друзья, я приветствую всех! Меня зовут Артём, я из города Норспорт, Флорида. Очень рад быть у вас. Уже очень давно меня дед Саша пригласил. Мы познакомились с ним в Шарлотте, простите. И он пригласил меня и как-то вот недавно позвонил, говорит, давай исполняй обещание, собирайся и приезжай. И я, в общем-то, решил так и сделать. У меня небольшая семья, я как-то дочку свою спросил, говорю, Джана, ей чуть больше трех годиков, говорю, кто с нами живет, можешь рассказать, вот с нами дома кто живет. И она перечисляет, папа, мама, бабуля, а ты кто? А я бэйби хорошенькая. Вот таким составом мы и живем. Бабулю мы не взяли, а папа, мама и бэйби хорошенькая прибыли вот сюда, в Вирджинию. Очень красивый у вас штат, красивая местность и очень уютный дом молитвы. Я вырос в маленькой церкви, даже меньше, чем ваша, там было около 30 человек. И мне очень хорошо и комфортно в маленькой церкви. Я очень люблю, когда маленькая церковь. Это просто моя родная атмосфера, в которой я вырос. У вас очень такая хорошая семейная атмосфера служения. Когда я думал, о чем бы говорить, мне кажется, сегодня эта тема актуальна, да, о последнем времени. Потому что они говорят, мне кажется, это исторически сложилось, почему нам эта тема интересна. Я объясню, почему. Но вот в детстве я хорошо помню, что проповеди о последнем времени я слушал всегда. Если, допустим, проповедник говорил об атрибутах Бога, он терял меня уже на третьей минуте. То есть я уже занимался чем угодно, но только не слушал проповедь. Ну, как ребенок, да, и даже как подросток, к сожалению. Но когда речь шла о последнем времени, вот тут-то я слушал от начала и до конца. Ну, почему? Потому что рассказывалось, что храм в Иерусалиме почти достроился, там уже камень заложили. Масоны замышляют что-то невероятное, они все прочипировали. Вот, спутники за нами следят, и скоро будет что-то невероятное. И ты вот сидишь с открытым ртом, вот это все слушаешь, ребенок, да, впитываешь и думаешь, ну, кошмар. А я-то вчера брата отлупил, и получается, что я мимо рая пролетаю, потому что храм-то быстрее достроится, чем мы помиримся. Вот, явно я уже не претендент на вечность с Богом. И понятно, что тебя охватывал, с одной стороны, дикий ужас, с другой стороны, очень большой интерес. Это как русская горчица, знаешь, вот, знаете, вот вы едите хлеб, да, слезы текут, она печет, а все равно на следующий кусок опять мажете много. Вот такая же, вот такая же тема, вот это о последнем времени. Она и пугает, и привлекает одновременно. Но, друзья, боюсь, что сегодня будет немножко не то, что, может, вы бы ожидали услышать, что не совсем в эту сторону я хотел бы поговорить. Да, мы будем говорить об опасности, которая существует в последнее время, но, может быть, немножко не с того ракурса, как это иногда делается. Давайте прочитаем из второго послания фессалоникийцев. Уже у людей была подобная проблема, увлеклись этой темой очень сильно, и почему-то что-то там у них пошло не так. Давайте прочитаем со второй главы, второе послание фессалоникийцам. Я прям с первого стиха прочитаю, наверное, выборочно. «Молим вас, братья, — пишет Павел, — о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Ну, пока можно до этого места. Друзья, это очень странное место. Очень странное. Вот в Библии есть такие места, которые читаешь, и непонятно. И вот здесь мне непонятно, что именно. А что плохого говорили эти люди? Первый вопрос, который у меня возник. А мы что, разве не тем же самым сегодня занимаемся? Мы что, делаем неправильно? Ну, то, что мы говорим, что пришествие Господне уже скоро, уже при дверях, уже Его шаги слышны. Мы же говорим эти вещи, правда? А мы вот люди говорили ровно то же самое. Они вот говорили, будто уже наступает День Христов. Мы же об этом тоже говорим с вами, что уже наступает День Христов. Мы ровно этот месседж тоже передаем сегодня. И на что мы рассчитываем, когда мы такое говорим? Мы рассчитываем, что люди немножко встряхнутся, да? Если кто-то предремал духовно, что он испугается, ободрится и будет следить за собой, будет бодрствовать. Мы на это рассчитываем. А результат какой от этого получился? Не спешить колебаться умом и смущаться. То есть, эти слова были рассчитаны на то, чтобы, ну, как-то взбодрить церковь, да, очевидно. А что получилось? Люди стали колебаться умом и смущаться. Это еще что такое? Почему от такого доброго призыва, что Господь уже близко при дверях, почему от такого доброго, доброй такой мысли люди вдруг стали колебаться умом и смущаться? Ну, я понимаю, когда, допустим, в церкви в Галатах там ерес распространяли, что надо закон исполнять, что жертвы Христа недостаточно. Здесь мне понятно, почему люди стали колебаться умом и смущаться, потому что ерес там распространяли. Понятно, почему там было плохо все у Коринфян, тоже понятно. А здесь что не так? Почему Павлу пришлось выделить целую главу, чтобы успокоить фессалоникийцев? Ведь очень хорошее слово. Мы его тоже сегодня говорим. И мне кажется, здесь нельзя разобраться прям вот так вот сходу. Надо немножко вникнуть и посмотреть, что происходило тогда, и что ж таки случилось. Почему такое произошло? Почему вдруг это, оказывается, вредная оказалась мысль, которая церкви даже навредила. И Павлу приходилось успокаивать людей. Друзья, я в первую очередь, конечно, посмотрел исторический контекст. И я предположил, что, наверное, эти люди так делали. Они, наверное, назначали конкретный день. Ну, знаете, секты так делают, да? Вот, назначают конкретный день, все дружно ожидают Христа, он не приходит. Уже несколько раз так назначали, и они назначают другой день. Я вот пару лет назад в Ютьюбе распространялась такая информация. Канал назывался, по-моему, «Невеста Христа». И они назначили на какой-то там сентября. По-моему, 21 сентября, я уже забыл какого года, но недавно. И вот я прям за ними следил, думаю, ну вот настанет 21 сентября, вот же ж настанет. Ну и что ж случится? Вот что произойдет? Ну вот, как же вы будете объяснять? Друзья, вы думаете... Понятно, настало 21 сентября, ничего не случилось. Вы думаете, у них хотя бы бровь одна дернулась? Нет. Вы знаете, что они сказали? Жених замедлил. Все. Ничего, никакой проблемы. Ну, замедлил жених, так бывает. Мы назначили на 21, но он замедлил. Все. Они назначили на другое число. Это нескончаемый такой цикл. Может быть, и здесь так люди делали. Может, назначали день и обманывали людей. Приходил этот день, ничего не случалось. И люди, естественно, веру теряли. Подрывается вера в таких случаях. Когда ты что-то обещаешь людям, а оно не исполняется, то потом люди тебе не верят. Даже то, что ты добрый и хороший говоришь, люди тебе уже не верят. Ты потерял авторитет, да? То, что ты предсказал, не сбылось. И теперь люди тебя не слушают. Может, и здесь так было? Я посмотрел немножко исторический контекст. Нет, так не было. Нет, никто не назначал день. Так что же произошло-то? Это значит, мы делаем неправильно. И вроде бы мы понимаем, что да нет, все мы правильно делаем. Что-то должно быть там еще. Что-то еще должно быть, что привело к проблемам. На самом деле, друзья, еще больше нас запутывает ситуация. Мы дальше читаем. Пятый стих. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? То есть, эта церковь имела всю информацию о последнем времени. Им Павел уже все рассказал, как все будет. По полочкам разложил. Он здесь им это все повторяет, что придет этот обольститель, сын погибели. Он это им уже все рассказал. Они имели полную информацию о последнем времени. И несмотря на то, что они были обо всем информированы, они начали колебаться умом и смущаться. Это вообще вводит в ступор, как это вообще могло произойти. Легко сбить человека неинформированно, напугать его, что-то ему рассказать, обмануть его, ввести в заблуждение. Это легко, если человек в чем-то не разбирается, а у вас язык подвешенный. Вот вы можете им манипулировать. Но здесь-то люди были подготовленные. Здесь люди имели всю информацию о последнем времени. Как так произошло? Что случилось? Почему вы смущаетесь? Почему вы колеблитесь умом? Друзья, а что вот эти люди, в чем была их заинтересованность? Зачем они распространяли вот эти вот слова, как будто бы от имени апостолов, что вот-вот уже наступает День Христов? Я понимаю, зачем это сегодня делают. Понимаю. Это легко сегодня все монетизируется. Наберите, пожалуйста, вот если в Ютюбе возьмете, наберете, например, какую-нибудь проповедь про те же атрибуты Бога. Атрибуты Бога, проповедь. Посмотрите, сколько там просмотров. Запомните их. А теперь наберите проповедь о последнем времени, да? События последнего времени, допустим, в свете Библии. И посмотрите, сколько там будет просмотров. Уверяю вас, в несколько раз больше. Потому что эта тема всем интересна, да? Сегодня я понимаю, зачем люди это распространяют. Я понимаю. Но тогда это было зачем нужно? Зачем это вот ходить было, смущать эти церкви? Зачем было распространять такую информацию? Друзья, на самом деле, как говорит, опять же, исторический контекст, в частности, Лопухин поясняет, что не было никакого злого умысла у этих людей. Это не были злостные еретики, как в галатийских церквах. У этих людей были абсолютно добрые намерения. Что произошло? В это время на церковь были сильные гонения. И у людей все сошлось. Вот они посмотрели, они вспомнили, что Христос говорил. Почитали какие-то пророчества, видимо. И у них все сошлось. Все события просто совпали. Вот они посмотрели на текущее событие. Христос говорил, что будут войны, да? Что будут землетрясения, что будет то, другое, третье. И вот они так позагибали пальцы. И оказалось, что они живут в последнем времени. Ну, а раз Христос говорил, что вот как это все увидите сбывающимся, да? То вот-вот уже, значит, скоро я и приду. Ну, и они просто, увидев совпадение, они просто объявили. Христос не сегодня, а завтра придет. Вот и все. Все, что сделали эти люди. И запутались. На самом деле запутались. И обманули людей. И сказали неправду. И даже проблема была не в том, что они говорили. А проблема была в самом подходе. И вот мы об этом немножко сегодня поговорим. Любой человек, когда встречает какое-то событие, особенно глобального масштаба, как вот была пандемия недавно, да? Вообще интерес к этим событиям подогревался до 2000 года, подогревался тем, что вот скоро должен наступить загадочный 2000 год. И не просто сменится год, а сменится тысячелетие, да? Век поменяется. Был 20-й век, станет 21-й. И вот это вот приближение к этой отметке в людях подогревало интерес к вот этому всему конспирологическому, да? Люди очень любили эти истории про конец света, как он случится. Наблюдали, не появится ли где-то антихрист. Это даже неверующим людям было интересно. Потом, как минимум в России, наступил период спада, когда наступил 2000 год. Ничего не случилось. Все съели свое оливье, да? И все. В общем-то, как и в прошлые разы, все произошло так же сам. Ничего, никто не пришел, ничего не взорвалось, ничего не случилось. Мы просто продолжили жить дальше. И интерес к этой теме сильно угас, спал. Вот пошел на спад. В России в это время нулевые годы, сытые такие, довольные. Люди ударились в гедонизм, ну то есть устраивать свою материальную жизнь. Все забыли об этих теориях, они стали непопулярными. Но тут наступили наши дни. И вот сначала там случился ковид, да? Охватил весь земной шар, такая болезнь распространилась по всей планете. А потом случилась война в Украине. А теперь еще сверху, как будто нам мало. Еще и в Израиле вот это вот случилось, да? И все это события такого глобального масштаба, которые имеют огромные последствия. И у людей как будто взорвалось опять интерес к вот этим вещам, к последнему времени. И когда вы видите событие, которое происходит, какое-то страшное, серьезное, глобальное, естественный позыв человека объяснить его. Даже если что-то происходит страшное, но вам понятное, вы не так этого боитесь, как боитесь неизвестного, да? Неизвестности человек боится больше всего. Но вот пока ковид был нам непонятен, ну, в частности, врачам, да, не знали, что это за болезнь, как с ним бороться, насколько опасен, то и отношение к нему было намного более, все боялись, да, переживали. Некоторые в панику впали по понятным причинам, потому что неизвестная болезнь. И слухи идут такие тяжелые и так далее. Когда немножко уже разобрались, увидели, а, как он действует, как можно защититься, как можно лечиться, уже немножко поняли, да, то и успокоилось общество, потому что стало понятно. Сама болезнь не стала от этого легче, да, или проще. Но хотя бы понятно, как с ней жить, как с ней бороться и так далее. И общество немножко успокоилось. Вот любые неизвестные события, мы хотим для них выработать объяснение. Но некоторые события объяснить сложно. Поэтому, но это для нас не проблема, потому что у нас есть мозг. Очень, и у нас, у людей есть хорошее воображение. Мы объясним все, что хочешь, даже если не разбираемся в этом. Нам только дай волю. Мы объясним все. Почему в политике там что-то происходит, почему вот в мире вот это, почему Россия напала на Украину, мы все знаем. Мы эксперты во всем. В политике, в экономике. В чем хочешь, спроси. И удивительно, что мы еще до сих пор идем в Белом доме. Это, конечно, недоработка. Но мы обладаем полной информацией обо всем. В том числе и о событиях последнего времени. Как оно все будет, к чему оно идет. И вот эти все вот знаки, мы их свяжем воедино. И выстроим логическую картину, почему все происходит. Это нормальное состояние человека, так все объяснять. Так было вот, и как мы прочитали. Люди, которые оказались в жесточайших условиях, в тяжелых гонениях, они тоже для себя объяснили эти события. Им нужна была надежда. Они объяснили так, что чуть-чуть потерпеть, и уже совсем скоро приходит Христос. Вот так они для себя объяснили текущее событие. Проблема только в том, друзья, что когда мы вот этим сильно увлекаемся, наша вера, фундамент нашей веры перемещается с вот этой книги, на которой она должна стоять, да, она перемещается на текущее событие. Это называется circumstantial evidence, да, ну такие вот, когда ты основываешься, но на каких-то очевидных доказательствах. Больше уже не на Священном Писании. Если сильно фокус переводишь, следишь за событиями, пытаешься их связать вместе, ты это делаешь, чтобы подтвердить свои убеждения, свою веру. Мы-то верим, что Христос скоро придет, да? И мы везде ищем в окружающем мире этому подтверждение. Так делали и вот эти люди тоже. И что случилось, что произошло какое-то событие, и они основываются на этом событии, говорят, что Христос скоро придет. Они подтягивают, вырывают какой-то библейский текст или то, что Павел говорил, вырывают из контекста и пытаются оправдать эту свою теорию с помощью этого вырванного отрывка, да? И получается, Библия идет уже как второстепенный источник. Библия подгоняется под события. То есть не на основании Библии формируется наше мнение, да? И потом мы сквозь эту призму смотрим на события. Нет. Мы сначала смотрим на события, находим подтверждение нашим убеждениям там, а потом притягиваем Библию туда. Вот что здесь получилось. Здесь Павел говорит, смотрите, вы что, забыли, что я вам говорил, что сначала должен открыться человек греха, сын погибели? Мои слова, которые я вам говорил, не подтверждают их наблюдение. Они исказили учения. Они отбросили какие-то неудобные им вещи, которые не помещались в их теорию. Они просто обрезали слова Павла, да, которые не вмещались в их умозаключения. И все. И у них получилась ересь. Павел говорит, если бы вы не забыли мои слова, если бы вы поменьше смотрели вокруг и пытались толковать происходящее событие, а вникали бы в то, что я вам рассказывал, вы бы не запутались. Вы бы не забыли о том, что не сбылось одно из того, что я говорил. А значит, все это умозаключение, которое вам рассказали, неверно. Потому что оно не соответствует тем моим словам пророческим, которыми я с вами делился. Вот что произошло, друзья. Это не плохо, что мы говорим сегодня, что Христос скоро придет. Плохо вот что. Когда мы свою веру строим на вот этом, на событиях, которые происходят вокруг нас. Когда мы подтверждение своей веры ищем в окружающем нас мире. Ну и казалось бы, а в этом что плохого? А что плохого в том, если я наблюдаю событие какое-то и говорю, о, а это же подтверждает то, что вот уже последнее время. Вот землетрясений больше становится. Хотя это не совсем так, но я даже не буду в это погружаться. Допустим, больше. Вот, и конфликтов военных больше, и того, и другого. Это же все подтверждает. А что в этом плохого, друзья? Плохого это в том, что оказывается, вот это очень шаткое основание. Это очень слабое. На первый взгляд, наоборот, Библия кажется слабым основанием. Ну, это же просто книга, в которой что-то написано. Не всегда понятно. А это же события глобального масштаба, которые происходят вот рядом с нами. Их можно потрогать. Да, это вот. Оно яркое. Оно такое впечатляющее. Война идет. Да, такая вот ужасная, но очень яркая картина. Да, разве можно сравнить вот это с Библией? Ну, конечно же, это куда впечатлительнее, да? И мы, забывая о библейских словах, погружаемся с головой вот в эту информацию. Изучаем текущее событие, находим взаимосвязи, подозреваем, кто там антихрист, да, из текущих президентов. И у нас мы все там теперь. Но вот это основание, оно оказывается очень шаткое. Откуда мы это знаем? Для этого надо вспомнить притчу о богаче и Лазаре, да? Помните, как был уверен богач, что, говорит Аврам, если сейчас мои братья там воскреснут, представляешь, из могилы вылезает человек, умерший, все в курсе, что он умер, да? Ни у кого нет сомнений. И вдруг он появляется живой. Ты представляешь, там все покаются. То есть это то же самое. Circumstantial evidence. Такое, чтобы впечатлить, да? Это вот яркое. Это не просто какой-то пророк, да? Это встанет человек, мертвец встанет из мертвых и начнет говорить. Аврам говорит, ты знаешь, что, друг дорогой, не поверят. Я думаю, богач, наверное, просто поразился, как не поверят. А кому тогда поверят? Друзья, есть одно место еще в Писании очень интересное. Помните, написано про Лазаря из Вифании, да? Я даже вот себе этот отрывочек, чтобы не листать, не открывать, я его себе сюда выделил. Я его вам сейчас зачитаю. Напомню, ситуация, когда Лазарь выходит из могилы. Все в курсе, что он мертвый. Все в курсе. Вот это уж evidence, так evidence, да? Тут не поспоришь. Но давайте прочитаем, что произошло. Тогда, вот вышел он из могилы, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Ну, кажется, ну вот ты сам себя и опроверил. Смотри, как оно работает. Многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Ну вот, а ты говорил, не работает. Друзья, вот тут давайте я немножко попытаюсь объяснить, почему я думаю, что это подтверждение, что вот это не работает. Для меня нормально бы звучало, знаете как, если было написано, приехал Пушков с оркестром, провел хорошее служение, и многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Вот тут бы у меня вопросов не возникло. Это нормально. Это мне вмещается. Но когда человек вышел из гроба, который был мертвым, и многие уверовали, но многие означают, что были такие, которые посмотрели, пожали плечами, ну, бывает, что. Воскрес и воскрес, да. И не уверовали. Друзья, вы представляете себе, вот такая картина развернулась. И люди, как был неверующим, увидел, что мертвый воскрес, и дальше пошел неверующий. То есть, вот это evidence, при всем том, что кажется, что оно действует, кажется, что это очень убедительно. Мы иногда, вот когда-то было лет несколько назад, популярен Кен Хоумен, да, вот его эти лекции. Он там пытался с помощью каких-то научных умозаключений доказать, что Библия права. Вы знаете, это одно из самых шатких оснований, на которых только можно построить свою веру. Это никак не помогает тебе поверить. Сама вера, как и Фоме было сказано, блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Если ты свою веру строишь на текущих событиях, на чем-то видимом, на каких-то чудесах. Вот люди любят иногда, верующие в нашей среде, там помолились, кто-то заболел, помолились, а потом и человек выздоровел, спрашивает, а в каком часу ему легче стало, да, вот как-то, как в Библии. Хотят увидеть этот магизм, хотят увидеть вот это волшебное действие, очевидное, чтобы оно убедило их, да, хотят получить дополнительное подтверждение своей вере, что вот оно работает, смотри, мы помолились, и он, вау, там была такая тяжелая болезнь, врачи сказали, безнадежная, он раз, и все. И мы ищем такого, мы этим, бывает, питаемся, и на этом строим свою веру. Вот то же самое случилось с этими несчастными людьми, которые смотрели вокруг себя и пытались толковать текущее событие, при этом совершенно забыли, о чем говорил Павел. А Павел говорил о том, как все будет, разложил по порядку. И если бы эти люди больше внимания уделяли словам Павла и говорили о том, что, о том, рассуждали, погружались в то, что Павел говорил, они бы не запутались, они бы не растерялись, и все было бы у них хорошо. Вот это увлечение, друзья, сегодня, когда мы говорим, что последнее время, когда мы живем не в простые времена, когда много событий вокруг нас происходит, и они все как будто бы подтверждают наши убеждения, как легко с головой в это упасть и только в это и быть погруженным. Наблюдать за политикой, наблюдать за международными отношениями, смотреть, какие формируются союзы, что они там декларируют. И вот в это все, вот упасть с головой и кажется, что, понимаете, с этим трудно спорить, потому что это кажется какая-то особая просвещенность, это какая-то особая святость, которая помогает разбираться в этом мире. На самом деле, друзья, я помню себя ребенком, как на меня эти проповеди действовали. Я неделю боялся, ходил как шелковый, когда вот промасонов наслушаешься, что они там вот такие жулики, там что-то делают нехорошее. Но через неделю я был самым обычным ребенком. Вот каким был до этого? То есть страх всегда очень плохо, запугать человека можно, но страх – это такая эмоция, жить с которой долго у вас не получится. Мы так физиологически устроены, что страх на человека действует крайне плохо. Вы можете запугать человека. Иногда этот метод даже используется, страхом у Иуды написано, спасайте, но там тоже нужно разбирать, к чему и зачем это сказано. Но тем не менее, это не универсальный метод, с помощью которого можно людей загонять в нужное вам русло, добиваться того, чтобы они бросили свои грехи или перестали быть холодными христианами и вот так вот запугивать их с помощью чипов, с помощью мирового правительства или каких-то еще глупостей. Друзья, это не то основание, на котором мы сегодня должны строить. Оно крайне шаткое, крайне ненадежное. Этих теорий столько много. Они единственное, что делают, отвлекают людей от Писания. И Павел с удивлением говорит, не помните ли, что я еще, находясь у вас, я же говорил вам это. Я же вам это все рассказывал, дорогие мои. Вы же в курсе всего. Как вы могли забыть? Да легко. Просто надо фокус свой перевести в другое место. С Писания на что-то другое. И забудете. Забудете. И будете пользоваться Библией как отрывным календарем. Кто в России жил, знает. Раньше продавались такие календарики. Ты каждый день отрывал листочек. А там был, допустим, рецепт пирога и еще что-то. Какая-то интересная информация. И вот понравился там рецепт, допустим. Ты листочек оторвал и пошел делать пирог. Вот так некоторые Библии пользуются. Понравилось им какое-то место Писания, которое вроде бы подтверждает их убеждения. Они его вырывают и ходят с ним. И всем вот тыкают, как будто доказывают свои убеждения с помощью. При этом абсолютно игнорируя, что там, к чему это сказано, про что это место, как оно толкуется на самом деле, как оно в общую систему Библии и встраивается, неважно. Это как отрывной календарик. Вот вырвал и все. И вот у тебя есть интересное место. Друзья, дело в том, что вот эти теории, это продукт нашего ума. Это не продукт Писания. Это не исходит от Бога. Это исходит из нашей головы. Поэтому и результат соответствующий. Даже когда мы удивляемся и думаем, ну подожди, я же делаю хорошее, я же делаю хороший призыв, да? Даже я запугиваю масонами, но я имею в виду что-то хорошее. Я же хочу, чтобы церковь ободрилась, чтобы люди насторожились. Я же хочу, чтобы они как-то вот встряхнулись. Друзья, даже с хорошими целями наши вот эти вот методики работают очень плохо. Смотрите, вера работает так. Если человек верит, то он проходит через любые обстоятельства. И кажется, а давай мы к вере еще добавим и доказательства тоже. Но если вера хорошо работает, то вера плюс доказательства будет работать вообще прекрасно. И вот эти люди так и попробовали сделать. Они добавили к вере, добавили доказательства. Посмотрите, что происходит. Смотрите, вот гонение. А вот этот император – вылитый антихрист. Вот, это, наверное, точно он, да? Вот что-нибудь подобное могло распространяться. И оказалось, что вера плюс доказательства приводит не к более мощной вере, а приводит к колебанию ума и смущения. Вот что получается. Вот когда ты смешиваешь одно и второе, оказывается, ты не усиливаешь веру, ты не помогаешь людям поверить и прочнее стать на путь христианский. Ты вызываешь колебания ума и смущения. В этом легко можно убедиться, если посмотреть комментарии под этими вот проповедями, да, так называемыми, про последнее время. Что там люди пишут? И у людей, наверное, такая каша в голове. И они куда-то местописания какие-то приводят, и какие-то фантазии свои там развивают. И у каждого все по-разному. То есть явно, наглядно видно колебание ума и смущение. Не то, чтобы это сильно ободряет и повышает уровень духовности. Нет. Это, наоборот, смущает людей. Это, наоборот, подрывает веру. Люди рано или поздно устают от этого. Это основание уходит из-под ног, и случается самое страшное. Люди не просто возвращаются на предыдущую ступень. Нет. Они теряют веру вообще. Что Павлу пришлось писать специальное послание для того, чтобы этих людей вернуть на истинную дорогу. Что ждет таких людей, которые увлекаются такими теориями? Давайте прочитаем. 11 стих. «И за сие пошлет им Бог действия, заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот это итог вот этого всеобщего увлечения, да, этой информации. Итог такой, что вместо сильной веры, увеличенной, ты получаешь заблуждение. И получается вот этот добрый призыв, если он основан не на Священном Писании, он превращается в заблуждение. И, казалось бы, и вроде придраться к не к чему, вроде слова-то хорошие, но их основание стоит не на том, на чем должно в этом помещении все, что говорится, да. Все, что мы говорим с вами, друзья, должно стоять на прочном фундаменте Священного Писания, как бы ни было интересно вокруг, как бы нам не казалось, что вот он уже и появился, антихрист вроде бы, вот он по всем параметрам подходит. Как бы нам не казалось, вот это наше единственное основание. И держа в голове, что эти доказательства нам никак не помогают веру нашу упрочить, нет никакой нужды сегодня погружаться глубоко и изучать окружающий нас мир вот сквозь эту призму, да, чтобы надергать там подтверждение, что Иисус скоро придет. Друзья, ну, хорошо. Все-таки мы действительно живем в последнее время, да. А давайте прочитаем, что Павел советует делать. Ну, вот мы такие с вами уникальные, нам выпало жить в последнее время. Мы ж, наверное, отличаемся чем-то от тех людей, которые жили не в последнее время. Хотя, вы знаете, всегда христиане были уверены, что они живут в последнее время. И этим, на самом деле, мы ничем не отличаемся. Ну, давайте предположим, что наше время самое-пресамое последнее. И вот Павел в конце этой второй головы дает совет, что надо делать. Ну, слушайте, если мы живем в такое время, когда уже вот-вот придет Антихрист, и когда вот это все уже тайно-беззаконие в действии, и все такое страшное происходит, то я думаю, что для нас должны быть какие-то особые советы, да. Вот прям такие, ну, самые важные. Время требует, да. Время-то непростое. Время военное, можно сказать, да. И методы должны быть соответствующие. Давайте прочитаем, что Павел советует. Давайте удивимся с вами. Пятнадцатый стих. Павел переходит к заключению. Все. Все сказал, что он хотел. Напомнил им, как там будет в последнее время развиваться. И теперь говорит. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. А про последнее время где? Ну, это вот это вот, вот сам же Господь там вас утвердит, стойте и держите там предание. Это все мы можем сказать и в обычное время. Но мы-то, Павел, мы-то живем в необычное время, имей в виду. У нас-то вот не сегодня-завтра объявится этот антихрист. У нас он чипирует людей, да. И ты нам что предлагаешь? Вот это вот, ты предложил нам метод какой. Стойте и держите предание. А в начале церкви что должны были люди делать? Да то же самое. Тоже держать то, чему научены. Да, вот Павел говорит, я ж вас научил, чего вы не держитесь тому, что я вас научил, чего вы не запомнили, то, что я вам рассказывал. Что тогда, что сегодня, неважно, сколько там штрих-кодов на колбасе напечатано. Методика у церкви одна. Стойте, держите предание, которым вы научены. Словом, посланием там, да. Вот мы тоже через послание сегодня назидаемся. Так что, для нас таких особенных, живущих в последнее время, ничего специального не будет? Никакого метода специального? Против нас сам антихрист там. Вот, масоны, вредничают. А нам что? Вот, стоять и держать предание? Ну, нам можно что-то тоже особенное дать? Вот, оружие какое-то против них. Ничего. Ровным счетом, ничего. То же самое. Вот что в начале пути, что в конце, делайте то же самое. И Господь вас сохранит. Вот, если будете держать слово, да, вот это слово, благодаря которому вы поверили, даже не нужно, не призывает Павел изучать события окружающие нас. Он даже к этому не подталкивает. Даже не пытайтесь разобраться, зашифровано 666 в штрих-коде или не зашифровано. Даже это не надо делать, оказывается. А что надо? Вот это вот слово, единственное, что надо. Единственное, что надо. Библия, да, которую мы имеем, Слово Божье. И этого оказывается достаточно, что в первое время, что в последнее, в какое хочешь. В какое бы время ты не родился, и если ты христианин, знай одно, твоя вера должна всегда строиться на Священном Писании. И все. И больше тебе ничего не надо. И вы знаете, когда читаешь слова Иисуса Христа о последнем времени или книгу Откровения, которая тоже говорит о последнем времени, это как будто бы эмоционально даже выражается. Вот как терпеливо Иисус все объясняет, да, ученикам. Вот они не понимают, а Он им объясняет и притчи толкует, и по два раза пересказывает то, что Он уже говорил. Ну, чтобы они поняли. Доходит до последнего времени. И что Христос говорит? Не ваше дело. Знать времена и сроки. Друзья, вот представьте, сегодня я приехал к вам, и вы хотите познакомиться со мной. Просто задаете мне простой житейский вопрос. Кем работаешь? Я говорю, не ваше дело. И даже если я скажу так. Простите, это не ваше дело. Слушайте, ну это звучит грубо, да? Ну, почему бы тебе и не сказать? Что за секрет такой? Ну, и так не принято общаться, да? Так не принято говорить. Ну, скажи ты людям, да? Кем ты работаешь? Просто скажи, вот, я делаю то и то. Согласитесь, это грубо. Особенно вот Христос, такой терпеливый, так учил учеников, даже когда они не понимали, согласитесь, это прозвучало резко. Не ваше дело. Когда читаешь книгу Откровения, она как будто бы намекает тебе, это не твое дело. Ты читаешь и думаешь, вот этот зверь с десятью рогами, этот дракон, у которого смертельная рана, что это вообще такое? Как это понять вообще, да? Можно было нормальным языком написать? Вот просто не надо вот этих аллегорий, не надо этих рогов, там, драконов. Ну, мы же все владеем простым языком. Можно же написать. Очевидно, нельзя. Почему? Потому что это не твое дело. Мало того, Иоанн там услышал, что там семь громов, по-моему, прогремели, да? И он уже было, хотел записать. А Господь ему говорит, сокрой то, что сказали этим семь громов. И этот эпизод попал в книгу Откровения. Я читаю и думаю, так, подождите, ну, зачем вы меня дразните, да? Ну, там эти же семь громов что-то сказали. Я же хочу очень знать. Там же точно что-то важное, точно что-то интересное. Это же точно там какие-то детали были. И что теперь? И вот я сижу, теперь и гадаю, что они могли сказать-то. А нельзя было мне написать, вот это уже оставить. Жалко было. Друзья, ответ очень простой. Не ваше дело. Вот и все. Вот как тогда Иисус резко, как ножом отрезал, вот так вот, раз, и все. И очень абстрактно, очень обтекаемо. Не детально, как он обычно делал, да? Когда он, например, на горной проповедь очень детально, последовательное, очень пространное, все разжевано, все растолковано. А тут вдруг Христос превращается в такую загадочную, таинственную личность, начинает какими-то образами говорить, как-то все непонятно, как-то все обтекаемо, да еще и говорит не ваше дело. И вот люди, почему-то, именно эта тема людям и интересна. Это наше дело знать, почему Бог триедин, да? Один в трех лицах. Это наше дело. Наше дело знать, что такое крещение и зачем оно нам надо. Наше дело знать, что такое исполнение Духом Святым и исполняться Духом. Это наше дело. Но вот эти темы, согласитесь, они не такие интересные, как в последнее время. А оно, как назло, оказывается, не наше дело. Вот то, как раз то, что хочется узнать, то, что хочется погрузиться с ушами, туда утонуть в этом хочется, как раз оказывается, это не наше дело. Вот тебе и раз. И мы живем в такое прекрасное время, когда фактов, событий, хоть отбавляй, казалось бы, сиди только, да и приклеивай их к библейским местам. Недавно один из братьев нашей церкви так поинтересовался. Братья, не подскажете, говорит, а где в Откровении написано, что Хамас на Израиль нападет? Вы не искали, нет? Друзья, я вам так скажу, если вы захотите, вы найдете. Вы найдете. Ну, я не к тому, что там действительно так написано, просто ваше воображение вам поможет найти. Вы точно найдете. И убедите себя, что это вот как раз про это написано. Потому что книга Откровения в жанре апокалиптики, да, написана таком образном, и там можно любые события туда приклеить, какие вы только захотите. И если вы этим сильно прям увлечетесь, вы реально все найдете, все подтвердите, все расставите по местам. У вас будет не книга Откровения, а просто учебник истории. Вот. Если только вам это захочется. Но беда в том, что это крайне шаткий, крайне шаткий фундамент, и как мы прочитали, результат такой деятельности неуверенность и готовность к пришествию совсем нет. Это колебание ума и смущение. Друзья, нам сегодня Бог открыл все важные и нужные для нас истины. Написал их просто, написал понятно, так, чтобы мы могли понять. Даже дети понимают, сегодня вот брат говорил для детей, очень понятно, доступно, даже детям эти истины. То, что нам не нужно, Бог немножко прикрыл завесой тайны и пояснил, что это не наше дело. Давайте не будем туда. Вот туда просто не будем. Поверьте, это не поможет ни вашей вере, ни вашим убеждениям и не сделает вас ни более духовным, ни более верующим, чем вы есть сейчас. Никак. Что нам действительно поможет, так это просто изучение Священного Писания. В любое время, что бы ни происходило. Какие бы вокруг не происходили бы катаклизмы, мы остаемся на твердом фундаменте, на этой скале Священного Писания. И только через призму Священного Писания смотрим на этот мир уже. Сначала Писание, потом уже наблюдение, а не наоборот. Вот это очень важно. Друзья, вот о чем я хотел сегодня рассказать. Поэтому никогда, друзья, если вы читаете Священное Писание и у вас, вы не понимаете какой-то текст, не включайте воображение, не включайте фантазию. Возможно, Бог специально ограничил наше присутствие или наше знание в этой области. У меня пять сестер и четыре брата. И вот так получилось, что дети, которые первые, старшие, я самый старший, любили читать. Я очень любил читать. У меня даже родители книжки забирали, потому что боялись, что зрение сядет. Я очень любил читать. А дети, которые родились уже позже, они уже появились телефоны, компьютеры, планшеты, и они не любили читать. И вот двух младших сестренок я гонял и заставлял их читать. То есть я сажал их специально, говорю, идите, берите любые книги. Одна еще не ходила тогда в школу, вторая была в первом классе. Вот той, которая не ходила в школу, я задавал ей десять страниц, а другой пятнадцать. И потом они должны мне были отчитаться, что они прочитали. Ну и они жутко не любили эту процедуру и читали исключительно, вот как говорят, из-под палки. И вот очередной раз я тоже так сказал им. И хитрые девочки смекнули, что чем меньше книжка по размеру, ну они так предположили, да, чем меньше книжка по размеру, тем меньше в ней букв, и тем быстрее можно прочитать десять страничек или пятнадцать, да. То есть логично, как будто бы, чем меньше размер книги, меньше в ней написано, быстрее ты отмучишься вот этих десять листочков, отчитаешь и пойдешь себе спокойно гулять. И вот они уселись, выбрали себе книги, и мама заходит, говорит, Артем, а что ты, а что ты вот это вот заставил их вот читать? Ты не видел, что они читают? Я говорю, нет, я им разрешил выбирать, там любые есть книги, детские в том числе. И я захожу и смотрю, что читают девочки. Одна сидит, такая маленькая книжечка у Евгения Никировича Пушкова есть брошюра, называется «Библейский сепаратизм». Вторая сидит, читает, у нее макинтош, толкование на книгу второзакония. И вот знаете, на лицах паника, потому что брови вот так вот сведены в одну точку фактически. И они понимают, что уже пару листов прочитано, если брать другую книжку, ты потеряешь эти два листа. А что, даже то, что на обложке написано, даже непонятно, что это вообще такое? Они понимают, что сейчас им надо рассказывать будет про то, что они прочитали. А что же рассказывать, если, что такое вообще библейский сепаратизм? Что это вообще такое? Что за слово такое? Его выговорить еще с третьего раза, если получится. Друзья мои, иногда мы вот так читаем Библию и явно не понимаем, что там написано. Такое бывает. Не надо этого бояться. Некоторые вещи Бог от нас сокрыл. Он не хочет, чтобы мы туда углублялись. Он не хочет, чтобы мы фантазировали на эту тему. Не хочет, чтобы мы выдумывали и более того, он не хочет, чтобы мы потом эти фантазии другим рассказывали. Вот точно Бог этого явно не хочет. Он подарил нам такое хорошее слово, где все важное написано просто, все нужное написано понятно. Будем благодарить нашего Бога за такое прекрасное, чудесное слово. Что оно у нас сегодня есть? Что люди этого мира сегодня мечутся и свои убеждения, кто на чем строит, да? И бывают в панике, бывают в беспокойстве. А у нас-то под нами это скала. И это наше преимущество, как верующих. Давайте этим ценить. Давайте не улучшать наш фундамент. Он достаточно хорош для любого времени. Не надо искать доказательств. Не надо бегать и ковырять землю, доказывать, что потоп действительно был, искать там ракушки. Не надо заниматься вот этим. Наша вера уже достаточно хорошо основана. Все там прекрасно. Держите это слово, верьте в него и понимайте, что крепче ваша вера уже никогда не станет, чем этот фундамент. Это самое лучшее, что сегодня можно иметь. Очень здорово, что в это время, когда мир становится все больше секулярным, то есть безбожным, мы с вами остаемся верными Богу. Мы продолжаем верить в это слово. Мы верим в удивительные вещи, в то, что Иисус по воде ходил, в то, что Он мертвых воскрешал. Мы верим в то, что Лазарь вышел вот из могилы. Мы же в это с вами верим, правда? И это тот дар, который далеко не всем дается, не у всех получается верить. Иному человеку рассказываешь, вот Павел рассказал, что Христос воскрес из мертвых. Хохот. Не поверили? Это на самом деле не так-то и просто. Вещи, в которые Библия хочет, чтобы мы поверили, они непростые. Но только через веру и возможно получить спасение. Нельзя туда еще добавить чуть-чуть доказательств. Нельзя. Иначе вера уже не будет верой. Оставайтесь на этом фундаменте, любите Священное Писание, держитесь за него, и пусть Бог благословит нас всех, да и сохранит в это последнее время. Вот это и есть, на мой взгляд, опасность последнего времени увлечься текущими событиями, погрузиться в них и подменить основание своей веры. Много, конечно, всяких поджидает нас опасности, но мне кажется, это одна из основных. И она уже случалась. Такое уже происходило. Это реальная опасность. Это может церковь подкосить. Вот у фессалоникийцев была прям проблема. Поэтому этого нужно опасаться. Это уже на деле проверили. Это действительно вредно. Поэтому давайте мы не повторять этих ошибок. Благоразумно Дух Святой нам оставил это. Давайте держаться за наше чистое, неповрежденное Слово Божье. Будем благодарить нашего Бога в молитвах. Аминь. Аминь.